Здравствуйте! Вы смотрите программу по существу. Сегодня у нас в гостях глава Ибрестинского района, а также чемпион Чувашии по большому теннису в парном разряде, бронзовый призер чемпионата Чувашии по хоккею, а ныне член любительской хоккейной команды Александр Яковлев. Здравствуйте, Александр Анатольевич! Добрый день, Дарина! Скажите, пожалуйста, как развивается спорт в Ибрестинском районе? Если сказать о развитии спорта в Ибрестинском районе, за последние пять лет, на самом деле, в Чувашской республике, в том числе, проделана огромная работа, построено очень много спортивных сооружений, в том числе, в Ибрестинском районе построен очень огромный современный спортивно-физкультурный комплекс. Там есть большой бассейн на 25 метров и есть маленький бассейн для детей. Это очень такое радостное для именно детей, которые в этом маленьком бассейне учатся плавать, что очень важно в наше время, чтобы все дети, которые учатся в школах, научились плавать. Также хочу отметить, что в Ибрестинском районе среди сельских районов впервые построен футбольный стадион с искусственным покрытием. И когда я проезжаю этот стадион и смотрю, после урока всегда там находится огромное количество детей. И прям становится радостно на душе, что вот именно дети в наше время могут себе позволить играть в футбол хоть весной, хоть осенью, хоть зимой. Когда мы росли, такого мы не могли позволить, потому что не было таких полей. Такие поля в Чувашской республике сейчас строится уже много. Их, наверное, уже насчитывается штук семь в республике. Также хочу отметить, у нас уже в Ибрестинском районе четыре хоккейные коробки. Из них две коробки современные, пластиковые, асфальтированным покрытием. И там тоже зимой очень много детей, играют в хоккей. Проводятся в районе первенства среди школьников в разных возрастных группах. Также проводится чемпионат Чувашии среди взрослых по хоккею. И тут хочу отметить, хоккей в Ибрестском районе сильно развит. Вот последние зимние сельские игры проводились в Ибрестском районе. И команда Ибрестского района заняла первую миссию и достойно представила Чувашской республике на всероссийско-сельских играх. Также не могу тут не отметить, что сильно развит в нашем районе футбол. Неоднократно наша команда становилась чемпионом Чувашии среди взрослых. Но и дети, соответственно, даже выступая на таких крупных соревнованиях в России, занимали призовые места. Поэтому я могу твердо смотреть в будущее, что спорт будет у нас в районе развиваться. Дети будут достигать успехов. И представлять не только Ибрестский район на крупных соревнованиях, но и Чувашскую республику, но и Россию. Кстати, о детях. А как прививается любовь детей к спорту? Может быть, проводятся какие-то школьные мероприятия между школами? Да, конечно, любовь детей к спорту прививать надо с раннего возраста. И для этого и в республике, и в районе делается очень много. В районе есть детская и юношеская спортивная школа, где дети занимаются профессионально по 11 направлениям спорта. Есть также детская и юношеская спортивная школа филиалов почти во всех школах по разным направлениям. И там профессиональные тренеры их обучают мастерству. Могу сказать, что основные направления развития детской и юношеской спортивной школы в районе у нас это хоккей, футбол, горный бег и вольная борьба. А как Вы оцениваете сейчас свою физподготовку? Сможете сдать нормы ГТО? Да, в этот год вся Россия вернулась хорошо заботному старому задачи нормативы ГТО. Но про себя я могу сказать, что уверенностью на 100% все эти нормативы я сдам легкостью. Ну, это я не хвастаюсь, просто занимаюсь и в настоящее время футболом, хоккеем и фитнес-зал два раза в неделю посещаю. Поэтому я могу это сказать уверенностью. А расскажите о своей хоккейной команде. Обязательно быть мастером спорта, чтобы попасть туда? Хочу сказать, что вот именно если ты мастер спорта, то эту команду не попадешь. Хоккейная команда «Трактор» играет в российские любительские лиги. И с названием этой лиги можно сделать вывод, что именно в этой команде играют любители. По регламенту в этой команде не могут играть хоккеисты, которые заканчивали детскую юношескую спортивную школу, и хоккеисты, которые играли в команде мастеров. И поэтому в нашей команде собраны все любители. Нужно будет просто очень любить хоккей и попасть в эту команду. Может, третий сезон будем играть в этом году в этой лиге. И два года подряд мы занимали третье место. Ну, надеемся, может, в этом году в следующем быть победителем и уже представлять нашу республику в финале этих всероссийских хоккейных турнелей. А вот с чего начинается ваш день? Что нужно сделать утром, чтобы быть бодрым и полным энергией весь день? На семье четыре человека, у меня два сына, и поэтому практически каждое утро, когда время позволяет, я начинаю свой день пятиминутной зарядки. Это пример для своих детей. Ну и, конечно, для того, чтобы быть целый день бодрым, энергичным. Гимнастика всегда это помогает. А сколько дней в неделю надо заниматься спортом, чтобы оставаться в форме? Ну, для того, чтобы быть в хорошей форме, я думаю, два-три дня в неделю занятий спортом достаточно. Потому что время заниматься... Хотелось бы, конечно, заниматься больше, но время это не позволяет. Почему именно теннис? Чем этот спорт вас привлек? Теннисом я начал увлекаться в студенческие годы. Я учился в Чебосарском кооперативном институте. У нас в спортзале при институте была разметка и была профессиональная сетка. И после уроков, когда я видел, что некоторые ребята начали играть в теннис, и меня тоже это затянуло, и я начал заниматься так буквально с нуля большим теннисом. Это меня увлекло, и уже потом, когда я ездил в студенческие отряды работать, в стройотряда на юг, и там нам попались профессиональные корты, и там были профессиональные теннисисты, и смотря на них, мы тоже учились играть, брали у них уроки, и уже дальше я уже практически начал профессионально заниматься, нанял себе тренера, и уже начал участвовать в спортивных состязаниях, которые проводились в Чувашской республике. И вот в 2005 году мы с Женей Семеновым в парном разряде смогли выиграть чемпионат Чувашии. В настоящее время теннис я играю уже реже, больше в последний момент привлекают меня командные виды спорта, как футбол, хоккей. Вот в сегодняшний день я играю за футбольный клуб «Ибресси» в первенстве Чувашии по ветеранам, 40 и старше. Вот вы показали хороший пример своим сыновьям, а вот они чем занимаются? Занимаются ли они спортом? Да, дети тоже занимаются спортом. Младший сын у меня профессионально занимался горными лыжами, сейчас занимаются профессиональным волейболом, а старший сын играл в хоккей и футбол. Спасибо большое за интересную беседу. А я напоминаю, что гостем программы «По существу» был глава Ибрессинского района Александр Яковлев. До свидания.